Если аэродром Энгельс не функционирует после удара, как вы сказали, то каким образом с него перебросили, с него взлетели Ту-160, Ту-95, вы же, вы тоже об этом сказали? Либо в чем смысл слов не функционирует, если этим аэродромом пользуются и с него взлетают военные самолеты? Смотрите, дело в том, что военный самолет может взлететь с любой твердой поверхности. Напомню, что в Украине даже проводились специальные учения с боевой авиацией, которая взлетала откуда? С автомагистрали, с обыкновенной автомагистрали. Перекрывали автомагистраль, участок, где нет препятствий, и самолет взлетает. Самолет может взлететь, самолет может приземлиться. По приборам он может и приземлиться. Но, дело в том, что выполняет вот эта вышка руководителя полета. Это фактически диспетчер, это регулировщик воздушного движения. Он регулирует место и положение самолетов в пространстве, когда они в воздухе, для того, чтобы они не столкнулись. Он определяет, у него есть постоянная метеосводка, он определяет курс, он определяет, откуда лучше заходить на посадку. Он определяет временной интервал, когда самолету разрешается заходить на посадку. Они могут и приземлиться, и могут взлететь, но это будет огромный страх, огромный риск в плане аварийности этих посадок и этих взлетов. И, допустим, если они готовят массированный ракетный удар, допустим, 10 самолетов участвует. 10 самолетов поднимает 80 ракет. По 8 ракет на каждом самолете. И надо, чтобы они гуськом один за другим взлетели, соответственно, не столкнулись в воздухе, выстроились в боевой порядок и ушли в район. А потом, когда они прилетят, их надо посадить точно так же один за одним, распределив стоянки, кто где останавливается, кто куда выруливает. Вот в этом плане. И, кстати, они могут его восстановить в кратчайшие сроки, этот аэродром, в том, что если они развернут эту систему управления и навигации аэродрома полевую, есть еще полевая, полевые, точнее не мы, а вот эти добрые люди, которые запустили эти беспилотники, или что там прилетело, то точно пока, это Россия говорит, что наш беспилотник, а что там на самом деле прилетело, пока точно неизвестно. Так вот, они разрушили стационарную систему работы этого аэропорта. Представляете, какой риск, если Ту-160 или Ту-95 идет на посадку и ориентируется расстояние до земли, измеряется не навигационными приборами или радиолокационными станциями аэропорта с точностью до нескольких сантиметров, а, допустим, бортовым высотометром, который имеет определенную погрешность. Можно же так плюхнуться на полосу, что и шасси пообламываются, или вообще на брюхо лечь. Это очень сложно и опасно, но улететь это самое простое, взлет легче, чем посадка. Поэтому они быстренько, полоса сцела осталась, да, они быстро эти самолеты распихали по разным аэродромам. А вам ситуация с Бахмутом не напоминает ситуацию с Северодонецком? Тогда тоже говорили, что вооруженные силы не сдадут Северодонецк. Но россияне по чуть-чуть выдавливали ВСУ из Северодонецка, пока не захватили город полностью. Примерно так же сейчас и в Бахмуте. Россияне постепенно, очень медленно, но все же продвигаются. Да, есть небольшое продвижение, я с вами согласен, но ситуация кардинально отличается. Дело в том, что когда мы обороняли Северодонецк и Лисичанск, тогда наступление российских войск шло справа и слева от этого, севернее и южнее этих городов. И фактически удержание Северодонецк, почему отставили Северодонецк? Потому что удержание этой жилой агломерации могло привести к окружению группировки наших войск. Сегодня продвижения врага нету ни севернее, ни южнее. И они практически бьются в лоб на Бахмутском направлении, они не могут, они пытались несколько раз обойти Бахмут, чтобы попытаться его окружить. Это у них не получилось. И поэтому, да, мы медленно отступаем, иногда мы отбиваем на свои позиции, возвращаем их. Но в любом случае, они наступают, они постоянно в атаке, они несут огромнейшие потери. Просто огромнейшие потери. И видите, даже вот я сейчас в оперативной обстановке зачитывал, что Американский институт изучения войны считает, что это пик возможностей российской армии. Даже с учетом ЧВКшников. Что дальше пойдет только спад. А если пойдет спад, естественно, мы будем восстанавливать свои позиции. Поэтому ситуация, на мой взгляд, отличается кардинально. От той, которая была в Северодонецке, и от той, которая сегодня в Бахмуте. Кстати, бои за Бахмут намного ожесточеннее, чем бои за Северодонецк. Хотел бы почути вашу думку на тему неодноразового питания щодо РЭП-перешкоджения ракетным атакам. Памятаю всі ваші відповіді. Але є, а можливо ні, ще один варіант використання РЭП, як частини протиракетної оборони. Звичайно, не зараз, а після відбудови країни і, наверное, побудови системи ППО та ПРО, суть полягає в том, щоб розмістити системи радіоэлектронної боротьби по всій території України таким чином, щоб накрити всю територію України. Але активувати її тільки при наявності загрози. Звичайно, у такого варіанту є мінуси. Будемо глушити і своїх, і всіх, і своїх. Чи вже, все ж таки, можливо підібрати коди по типу свій-чужий, які дозволяють нашим підрозділам підтримувати зв'язок і таке інше. І не зможемо відхилити з курсу ракети, що летять за інерційним прицілом. А чи зможемо тоді підсвічувати цілі для своїх ракет ППО та ПРО? Прошу вас пояснити. Смотрите, ви фактически описали структуру построєння ПВО страни. Средства радиоелектронной борьбы действительно разворачиваются, як і средства ПВО по всій території страни. І вони действительно включаються, коли є воздушна угроза. Діло в тому, що противник працює на інших частотах. І в тому же діапазоні, але на інших частотах. У каждого своя частота. І радиоелектронні поміхи виставляються... Сьогодні є способи широкополосного виставлення, т.е. перекрыти довольно большой сектор, точніше полосу в частоте радиоэфира. Але в основному це определяється частотами, на которых працює противник, і на цих частотах ставяться поміхи, винуждає їх переходити. Вони переходять на запасну частоту, відчисляється частота. Це все відбувається в режимі онлайн. І именно так і построена система ПВО или ПРО любой країни. Для своїх средств це не поміха. Своє реп, своїх не давить. Є способи його преодолення, і вони работають на інших частотах. Так воно і було значально. Єдинственне, що воно у нас було недостаточно сильне, для того, щоб обеспечити закритие нашого неба. Надеюсь, після війни іменно так все буде обустроено.